Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Поздняя осень, зима – тяжелое время для многих живых организмов, которые нас окружают, которые являются нашими помощниками в саду и в огороде и помогают нам избавиться от львиной доли вредителей. Иногда мы этой работы не замечаем, но исчезни эти наши помощники, и мы бы сразу лишились значительной доли, если не всего полностью, нашего урожая. Речь идет, конечно же, о пернатых, о птицах, которые весенний, летний, осенний период уничтожают, активно уничтожают, а также зимой различных вредителей. Очень много птиц страдают зимой от бескормицы, особенно если зима снежная, морозная, хотя, конечно, в нашей умеренной зоне, в Беларуси, таких зим уже давновато не было, но все-таки привлечение птиц к себе на участок, прикорм их для того, чтобы они помнили, что здесь еда есть и оставались здесь, не уходили в леса и в летнее время, когда разгул вредителей наиболее активный, наблюдается сильнее всего, вот для этого их все-таки надо прикармливать. Дело в том, почему, как бы важно об этом сейчас поговорить, в последнее время такие недоэкологи, что ли, ну немножко неквалифицированные, некомпетентные люди, в том числе блогеры, начинают заявлять, что не стоит прикармливать птиц зимой, что вот эта наша гуманная привычка лишь вредит птицам и делает медвежью услугу. На самом деле это ничто иное, как неграмотное эхо рекомендаций не кормить птиц в городских условиях. В городских условиях, когда кормят птиц кусками батона, неграмотно кормят птиц, на них слетаются преимущественно голуби и зачастую орнитологи просят не кормить водоплавающих птиц, лебедей, уток, потому что они перестают откачевывать в места своей зимовки, остаются в городах, лёд закрывает поверхность воды, потом начинаются звонки, жалобы, лебедь страдает, там гуси дикие страдают, утки страдают, не могут не питаться, ничего, там службы какие-то надо мобилизовывать, в зоопарке это всё вывозить, хорошо, если в городе зоопарк есть. А если нету, то целая беда. Это здорово, с одной стороны, что люди проявляют так себя, своё какое-то гуманное отношение к природе, но действительно надо учить людей, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Иногда сделать хорошо, вмешаться в природу является медвежьей услугой. И вот уже подхватывается эта идея, говорят, не вешайте кормушки, не кормите птиц. Они разучиваются добывать себе пищу в природе и так далее, и так далее. Но это некомпетентный подход, это полностью глупости. На своих приусадебных участках подкармливать птиц нужно обязательно. Это очень хороший приём для того, чтобы в вегетационный период, в период выращивания растений, существенно снизить нагрузку вредителей на свой сад и огород. Строить кормушечки нужно обязательно. Подсыпайте туда семечки, выращивайте подсолнечник, выращивайте кукурузу, кладите туда, нарезайте яблочки, ну где-то даже, ну жалко, целенькое, значит где-то гнилое есть, гнилое вырезали, порезали, положили в кормушку. Ягодки барбариса, калины, рябины, оставляйте их на дереве, или срывайте, кладите их в кормушку так часто, как только вы можете. Чем кормить птиц? В принципе, об этом информации очень много. Мясо, несолёное сало для синичек, даже сливочное масло хорошо для синичек. И чем более разнообразный корм у вас в кормушке будет, тем большее разнообразие птиц вы к себе привлечёте. Если же кормушка находится у вас возле дома, где вы живёте постоянно, а не наездами приезжаете проведать состояние своего жилища и участка в зимний период, то в этом случае это ещё станет настоящим украшением вашего жилья, вашего участка, вот это обилие птиц, которые будет посещать. Это будет хорошим уроком, таким наглядным уроком биологии для ваших детей, внуков, ну, для тех, кто только учится и только начинает познавать мир. Поэтому не слушайте некомпетентные советы, обязательно подкармливайте птиц, обязательно устраивайте кормушки, помогайте им пережить зимние трудные условия. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!